Здравствуйте, мальчики и девочки, господа и дамы, с вами дядя Юра, и как вы уже догадались, свершилось. То, что я обещал, я выполнил. Перед вами эскиз, такое основание для развивающих игр для собак. И сейчас это будет проводиться заодно и краш-тест. Я буду вот это всё делать первый раз, и насколько это выдержат мои кривые руки, вот это приспособление для игр, и неуёмную энергию девушки. Вот это будем смотреть вместе с вами, и я думаю, тут появится куча каких-то советов, которые можно придумать ещё, чтобы насытить более, сделать жизнь собачью более интересной. Дело в том, что я не знаю, как это собирать, и сколько предметов вообще вот в этой волшебной сумке, которые... Ну, постараюсь разбираться, и заодно придумывать, для чего они нужны. Вот момент такой, чисто технологический. Мне не очень радует, что здесь вот металл есть, что гайки нужно закручивать. Чем желательно, конечно, пластик и дерево. Больше металла. Чем меньше металла, тем, мне кажется, лучше. Но это как-то нужно решать, и я не инженер. Ну, вот в этом направлении нужно думать. Ну, вот всякие прибамбасы, посмотрите. Радует, что Дюшка этим заинтересовался, но Дюшка-то он всегда чем-нибудь интересуется. Тут с этим-то проблем нет. Ну, мне кажется, стойки нужно, конечно... Пожестче укреплять, все-таки нагрузка будет высокая, такая достаточно. Вот видите, они немножко расшатываются. С каждым разом они будут все слабее и слабее держаться. Вот этот вопрос стоит такой. И само основание. То есть делать его тяжелым, его неудобно будет таскать. Легким, вы видите, я ее придерживаю. Ну, вполне, вполне возможно, может быть, на полу и на каком-то твердом основании ровном не будет так шататься. Но нам нужно смотреть вот именно в этом тоже направлении. Да, со стойками что-то нужно делать, а не выдерживают они напора Дюшкиного. Ну, значит, ненадежная конструкция. Думаю, если выпускать, то выпускать трех размеров. Для маленьких собачек, для средних и вот для Дюшки отдельно. Ну, потому что тут, наверное, требования к этой конструкции повышенные. Кстати, а как ее назвать-то? Как, товарищи, подписчики и зрители, как же эту штуку-то все-таки назвать? Мне просто как-то в голову не приходит. Называю ее фиговиной. Ну, как-то вроде не солидно. Хорошо. Хорошо. Ребятки, я еще раз повторяю. Это эскиз. Это такой пилотный проект, который будет совершенствоваться, дополняться. Но с чего-то нужно начинать. И тут очень много зависит от наличия инструментов, кстати. Вот внутренний диаметр есть тут деревянных дисков. Он очень маленький. Его нужно расширять, но это нужно на станке. И пока вот просто хотя бы посмотреть, как это будет работать и что можно дополнить. Хотелось бы на этом основании иметь гнезда для баночек адрологических. Ну, это баночки с запахом. Очень полезно собакам. Особенно вот нюхачам работать с такими вещами. Традиционно приношу глубокие извинения за качество видео и звука. Ребят, максимум выжимаю из того, что есть. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. А, кстати, заодно подписывайтесь на канал, топите ротфилеров в лайках. Жмите на колокольчик. Ну, вам же интересно, и мне тоже интересно, чем же вот эта эпопея с игрушками-то закончится. Все. Я на замолкаю. Удачи. Ротфилер Пуська, Дюшка, Ларочка, Шуня и я, дядя Юра. Ротфилер Пуська, Дюшка, 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 Дюшка. Дюшка, Дюшка, Дюшка. Дюшка, Дюшка, Дюшка. Дюшка, 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 Дюшка. Продолжение следует... Продолжение следует...